Всем привет, мои дорогие друзья! Я Ольга Прокудина, снова с вами. Записываю ролики на даче и дома о выращивании растений. Особенно люблю цветы и, конечно же, очень люблю петунии выращивать. Но и еще бальзамины мне очень нравятся. Люблю позитивное мышление и буду рада, если таких людей будет меня смотреть намного больше. Ну, в принципе, так и есть. Всегда добрые пожелания. Слышу свой адрес. Так, сегодня у меня суббота. Утром встала, наконец-то я выспалась, потому что одну неделю я ездила на выходные в Новосибирск. А вторую неделю мы с коллективом ездили на корпоратив. И как бы не хватало вот этого домашнего отдыха, отдохнуть, выспаться хорошенько. Я сегодня аж до 11 часов проспала, представляете? Встала отдохнувшая. Ванюшку покормила завтраком. Потом давай тоже завтракать и смотреть маму отличника. Я так люблю для успокоения нервов ее посмотреть. Очень позитивная она человек. И она там что-то про чистоту на кухне. И я прям так вдохновилась. И все рабочие поверхности все-все хорошо убрала. Потому что тоже вот за две недели подзапустила маленько. Поменяла постельное белье. Стирочку постирала. И вот собрала два вот таких пакета с оставшимися растениями, которые у меня не перевезены еще были. И сегодня планирую высаживать их все. Если погода даст, у нас такие бешеные ветра, грозы в Алтайском крае дуют. Поэтому надеюсь, все-таки погода даст мне поработать. Было бы очень хорошо. Привезла вот такую красавицу пеларгонию. Помните, у меня погибла в красивом белом кашпо моя красная пеларгония. Но вот на место нее посажу вот такую красивую. Бутон подмялся, пока довезла в такси. Но она очень красивая. Это от биотехники. Название я забыла. Может, в будущих роликах буду рассказывать о ней. Очень красивый цвет. Двуцветная розовая. И лепестки так подворачиваются. И бутоны они необычные. Вот это самый крупный бутон был. Растение такое мощное. А есть еще поменьше растений. Там немножко цветовая гамма другая. Но когда высажу, я вам покажу уже как. Ну все. Как обычно, буду сегодня делать дела дачные. И снимать. И вам показать, чем буду заниматься. Так, у меня первым делом будет полив. Изрядно подсохли кашпо. Здесь даже бегония вечноцветущая попадала. С поддона. В общем, сейчас все. Сначала положу гранулки в чертики. И потом буду поливать. Все поливать. Вот в пакете. Видите, какие? Совсем другой как бы бутончик. Ну, очень красивая пеларгония. Так, бальзаминчики у меня нормальные. Давайте обход сделаем по цветочкам. Ой, алисум очень запах стал распространять. Очень вкусный. Так, эта красавица у меня прям хорошо разрастается. Питония. Катарантусы. Что-то ни шатка, ни валка. Пока разрастется, уже, конечно, значительно времени пройдет. Трава. Все зарастает. Тайдолы. Молодцы. Хорошо зарастают. Сейчас все буду поливать. Катарантус. Вот, видно, паучиный клещ напал на него. Сегодня мне тоже подруга Влада написала, что вот вулкан у нее вот такой вот от золотой сотки Лалтая лучше растет, а вот в Кавришевске как-то, наверное, больше подвержены. Но надо обрабатывать постоянно. Так, что здесь у меня? Горшки валяются по всему участку. Этот ветер, это что-то. Так. Ой, красавчик какой. Расцвел. Все, все. Эти горшки нормальные. Вроде как-то дождик их поливал. А возле террасы неполитые, наверное. Так. Ну, все. Сейчас займемся. Лобылю ветром сломала. Блин. А, нет, не сломала. Просто она упала. Епио надо обрезать. Ну, начнемся. Приступимся. Так, переходим к следующей части. Здесь приготовила горшки. Здесь штук 20 будет горшков. Буду их сейчас набивать грунтом. Грунт у меня будет вот свой. Здесь долгое время ничего не росло. Поэтому, думаю, он нормальный. И добавляю, как всегда, кокосовый брикет. А потом буду уже сажать. Ну, что, мои друзья. Я уже полила все горшочки. Все удобрила. Правда, вот на стороне дома у меня не хватило удобрения. Завтра надо будет из дома привезти. Попутно натыкаешься на траву. Полю. Все заросло. Вот что значит, две недели серьезно не побывать здесь. Выходные пропустить. И теперь не знаешь, за что хвататься. Так, сейчас покажу пиончик. И они теперь вот такие шарики аккуратненькие стали. Вот, стоят аккуратненько. Проверила огурчики. Они у меня просто укрывные, без дух, без всего накрыты. Вот, которые накрыты прямо внутри прекрасно. Которые маленько под солнышко их подпалило. И потрепало. Так, в принципе, все хорошо. Ягоду собрала. Думала, как раз тучи надвигаются. И чтобы дождя пока не было, собрала ягодку. Немножко, литра два, наверное, получилось. Вот, томаты, смотрю, все завязываются. Все больше и больше. Наконец-то ветер продул все тучи. Посмотрите, какие особенные облака. Классно, солнышко. Сейчас я поработаю все-таки сегодня. Спасибо тебе, Господи, за то, что даешь хорошую погоду, возможность поработать. Так, я иду, начала высадку. Вот у меня первая на очереди Картадерия. Ой, простите, Лунария. Картадерия будет сидеть вот здесь рядышком. Это такая пышная, как вы знаете, травка. О, упала, ветерочек дует. Желтые листочки мы обрежем, а остальное все вот так. Три кустика рядышком будет между хост сидеть. Здесь у меня была территория газоном заросшая. Я его выкопала и все. Сейчас посажу Лунарию сюда. Итак, я приступаю. Лица моего в кадре, к сожалению, видно не будет, потому что я не могу выставить объектив. На это уходит долгое время. Зато будет видно растение. Как я это буду делать? Так, вот у меня один такой кустик. Хотя их тут два очень аккуратно надо. Я обрежу вот эти желтые, которые уже некрасивые. И на посадку у меня пойдут только зеленые. Сажать буду довольно плотно. Довольно плотно буду сажать друг к другу. Я имею в виду кустики с Лунарией. Для тех, кто не знает, Лунария это двулетнее растение декоративное. Вначале оно цветет красивыми сиреневыми цветочками. А затем эти цветочки превращаются в такие красивые, сухие, похожие на рубль. Даже не знаю как. В общем, это сухоцвет. Красивый сухоцвет будет в будущем. Должен быть двулетник. Я надеялась все-таки, что благодаря тому, что я посадила Лунарию довольно рано. Я надеюсь, что она у меня все-таки зацветет в этом году. Но не зацветет, если в этом, то будем ждать на следующий год. Так, вот плотненько. Почему я стараюсь посадить их не на большом расстоянии? Потому что я считаю, что наглядно мне интереснее будет, более красивее, если они будут поплотнее. Как бы такой кустик красивый будет. Корневая уже у них прям. Они уже и стали желтеть, потому что не хватает уже места и питания. Да и солнышко было по-другому уже. Вот видите, уже совсем по-другому смотрится. Ой, вот так. Еще один кустик. Еще один кустик. Лунарию я сажаю впервые. Я никогда не сажала. Все время на нее заглядывалась. Ну, не люблю вообще-то двулетки выращивать. Как-то хочется либо надолго, либо чтобы в этом быстро любоваться. Но в связи с нарастанием популярности сухоцветов, то есть сейчас в интерьерах стало очень популярно использовать в базах сухоцветы. Поэтому я посадила и лунарию, и картодерию в этом году. Вот так у меня получилось. Все, сейчас заливаем все это дело. Расти на здоровье. Как говорит моя свекровь, земля-матушка, прими. Вот, земля-матушка, прими. А ты, красавица, расти. Надеюсь, порадуешь меня в этом году. Все, так сниму перчатку. Все, следующая нарезка пойдет. Ой, все, я усталь. Наработалась, навысаживала. Сейчас вам покажу, сколько у меня еще получилось. Так, вот сначала я еще покажу. Между делом, Рома, когда спилил, и потом бревнышки распиливал, и вот такие там две кучки было. Я их разложила, симметрично расложила, вот эти столбики сделала, и поставила на них питунью. Но завтра, если футболист приедет наш, то надо будет убирать это все. Ну, хотя бы питунью, горшок с питунью. Я уже заплетается, у меня язык от усталости. Вот красивая Викина питунья. И вот здесь вот одну пересадила. А остальные все у меня остались. Я сегодня их не буду переносить. Оставлю здесь. Потому что здесь тенечек. Здесь я занимаюсь посадкой, так как забор грунта у меня здесь. У нас высокое место, и можно брать землю. Вот так вот и остаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23. 23 горшка высадила. Осталось два на завтра, потому что у меня дома два горшка, таких бракованных. и в вазон. В вазоне будет Алисом сидеть. Всё. Сейчас маленько пополю, пополка позанимаюсь и буду уже собираться домой. Седьмой час вечера. Нужно ещё отдохнуть, полежать, киношку посмотреть дома. Ну, теперь точно всё. Я ещё одно большое дело сделала. Даже не ожидала, что найду силы для этого занятия. У меня зацёл розарий. Но роз было не видно, потому что всё было в сорняке. Я сейчас всё прополола. Вот сколько травы напластало. Она у меня так и останется лежать, потому что завтра я буду косить газон. И газонокосилка всё мелко-мелко порубит и получится мульча. Очень полезное использование. Вот так по газону разбрасываю. Иду потом газонокосилкой, она всё перемалывает. Так, ну, давайте посмотрим. Вот какая красота. Красота. Гортензия скоро зацветёт. Вот ещё нежная такая пудровая. Вот она, бутончик. Эту плетистую я сегодня от старых веток сухих почистила. До сих пор были. Вот этот сорт, он необычайно душистый. Такой мягкий, рыхлый бутон красивый. Так, это гортензия. Ещё бутончики только собирается набирать. Вот такая ещё сиреневая. Это красненькая, по-моему, зацветает. Вот это будет красненькая. Ну, вот. Вот так вот порядочек. Клематис чуть-чуть подвязала. Надо будет как следует подвязать. Вот здесь клематис Пурплея Плея на Элеганс. Раньше он у меня такой пышный был, а сейчас второй год чахленький. Может быть, основной корень мыши подгрызли, а теперь с молодняка идёт, я не знаю. В общем, всё, я собираюсь домой. Пора, пора домой уже. Всё, Оля, давай-давай, собирайся. Вам спасибо, что сегодня снова были со мной. Спасибо огромное. Если поставите мне лайк, я буду очень рада. До встречи. Завтра, надеюсь, увидимся. субтитры, м о оптей who